Многие диногорцы жалуются, что в нашем городе проводится мало работ по благоустройству, ремонтам дорог, тротуаров и так далее. На самом деле не все так плохо. Еще в прошлом году началась реконструкция улицы Набережной, заасфальтирована аллея вдоль Енисея, установлены антивандальные тренажеры. В этом году продолжается создание туристско-рекреационной зоны за счет краевых и городских средств. Будем освещать пешеходную аллею от Пионерской площади до административной. Будем ставить садово-парковые фонари. Освещать саму административную площадь, клумбу вокруг. Будем ставить скамейки, информационные пилоны и биотуалеты. Шесть штук мы закупаем цивилизованных биотуалетов, которые будут переданы на обслуживание в подрядную организацию. В планах этого года произвести ремонт пешеходной дорожки от Пионерской площади до палатки. В дальнейшем набережная будет полностью освещена. На это уже есть средства краевого гранта. А в ближайшем будущем на административной площади установят фонтан. Кроме того, летом 2016 года произведен ремонт автомобильных дорог, в том числе и дыроямочный. Восстановленное дорожное полотно на нижнем проезде. Ведется реконструкция проезжей части возле поликлиники. В самом ближайшем времени очередь дойдет до многострадального клубного бульвара. На сегодняшний день уже выделено 6,5 миллионов на реконструкцию клубного бульвара, на ремонт. Нижняя часть – это от Стеллы, которая находится на Комсомольской, до ДК. Мы уже, она у нас в работе, торги сегодня прошли первую часть рассмотрения заявок. У нас там планируется ремонт аварийных ступеней, которые возле подпорной стены, и асфальтирование самой площади ДК «Энергетик». Клубный бульвар будут ремонтировать поэтапно. В этом году выделенных средств хватит еще и на участок от Комсомольской до улицы Школьная. Здесь поставят беседки, скамейки и урны, восстановят лестничные пролеты. На следующий год аналогичные работы запланированы от Школьной до памятника Андрею Ефимовичу Бочкину. Кроме вышеперечисленного, в 2016-м произведут масштабный ремонт пешеходных дорог. Их внесли в список согласно заявкам девногорцев, которые они оставили во время выборов в Девногорский гурсовет. Речь идет о тротуарах по улицам Саянская и возле дома 33 по улице Чкалова. Также расширят карманы на проезжей части, создадут парковочные места. Из сделанного два пандуса для людей с ограниченными возможностями. Впервые в этом году доведут до ума проезжую часть к садовым обществам. К сожалению, не нашлось в краевой казне средств на реконструкцию придомовых дорог, хотя изначально это было запланировано. Следует отметить, что это проблема не только Девногорска, но и других населенных пунктов Красноярского края. Зато наконец-то началась осуществляться программа капитального ремонта. В этом году восстановлена кровля на двух домах. Работает все равно программа. А то у нас, наверное, 99,9% населения до сих пор не верят, что программа вообще работает. Ну, теперь вот жители этого дома поверят. Кровля была в очень ужасном состоянии. То есть практически везде протечки. Очень много жало было от людей. Вот это была самая главная проблема. Хотелось бы сказать спасибо управляющей компании, что во всем содействовала, помогала в решении некоторых моментов, в том числе по кабельным линиям. Отдельное спасибо хотелось сказать региональному фонду, в частности, куратору, кто нас курировал. То есть постоянно приезжал, где-то что-то подсказывал нам. Все замечания принимались, исправлялись. И особая благодарность жителям этого дома, которые тоже за нами следили, смотрели, подсказывали, указывали. Мы все это принимали во внимание, все быстро исправляли. Я думаю, что Кровля будет стоять долгое время. По крайней мере, тот срок нормативный, который положено, он отстоит. Тем более, что есть гарантийные обязательства подрядчика, если вдруг что-то случится, непредвиденное, я так думаю, что только может непредвиденное случиться, то я думаю, что они придут сюда и восстановят, сделают то, что будет нарушено. В следующем году Кровлю восстановят уже на шести домах в Девногорске, а в 2018 году на десяти.